Лу Саламе Густава фон Саламе И всю жизнь считала себя русской Даже просила называть себя Лелей Когда Рильке влюбился в нее Он сменил свое женственное имя Рене На более мужественное Райнер Стал писать в той же манере, что и она Его почерк был практически неотличимым И очень быстро очаровался Родиной Лу, России Она всю жизнь Прожила именно поиском И ощущений своей родины И поиском ощущений Своей духовной родины Обрела ее как раз В середине 1890-х годов Обрела ее в Санкт-Петербурге Там же, где прошли ее детские годы Ее юность И вот благодаря Этому ее обретению Возможно, она смогла Способствовать интересу Рильке Именно к интересу к России Лу будет учить Рильке Русскому языку, познакомить с творчеством Русских писателей И в 1899-м Возьмет с собой В поездку по России А там самое яркое впечатление На молодого поэта Окажет его первая встреча С Львом Толстым Первая встреча была Очень значимой Для обоих И Рильке потом говорил Что это был первый великий человек С которым я встретился в России Он его называл поэтом Русским поэтом Хотя мы знаем Что Олег Николаевич Не писал стихотворения Но это Для Рильке Это было Неважно Вернувшись из России Рильке запишется На русское отделение Одного из европейских университетов Начнет читать русских авторов Подлинники Будет переводить Лермонтова, Сологуба, Гиппиус, Чехова И изучать русскую живопись И где-то там Неподалеку От церкви И монастыря Лежат могилы Одиноко О нашем мире говоря Родиной самого поэта Была Прага Тогда это была Австро-Венгрия Его родители развелись Когда ему было 9 лет И Рильке остался с отцом Разрыв с матерью Был болезненным Но послужил катализатором Для раскрытия его Невероятного поэтического дара Сгущение тьмы Как роскошь ниоткуда Он спрятавшись Глядел издалека Когда же мать вошла Как сна при чудо В шкафу стакан Задребезжал слегка Свой первый поэтический сборник Рильке опубликовал в 16 лет Следом вышел второй Более успешный А после поэт Отправился в путешествие По Европе Во время которого Он и познакомился Со своей главной музой Со своей лу Закрой мне слух Тебя услышу я Затми мне зрение Все равно замечу Без языка я буду звать тебя И побреду без ног Тебе навстречу В начале мая 1900 года Лу вновь повезет Рильке в Россию С поезда он сразу Помчится в ясную поляну К Толстому Чтобы еще раз Попытаться понять Его воззрение Рильке посещает Музеи, выставки Театры Москвы Едет в Киев Там изучает Софийские Владимирские соборы На пароходе Александр Невский Путешествует по Волге До Казани Несколько дней Живет в деревне Кресты Богородская Под Ярославлем А потом отправляется К крестьянскому поэту Спиридону Дрожину Деревню Низовка Он еще в том числе Смотрел на быт Уклад местный И его поражало Как крестьяне Спокойно принимают Свою участь То есть они находятся В бедноте Ну или даже в нищете И абсолютно Спокойно относятся к этому Философски где-то местами Естественно Для этих крестьян На первом месте Находится Бог И они искренне верят В том что Действительно Все так и должно быть И Бог им поможет Именно в России Он перестанет ощущать То одиночество Которое было с ним После болезненного Развода родителей Вернувшись с новой родины Именно так он теперь Будет называть Россию Рильке переведет Слово о полку Игореве Напишет 8 стихотворений На русском языке Обратится к известному Издателю Алексею Суворину В надежде на устройство К нему в новое время Рильке планировал Не просто вернуться Еще раз в Россию Он хотел там жить постоянно Но не получив Нятного ответа Суворина Уехал в Париж Так формально Закончился русский период Поэта Живя в Европе Он не переставал Общаться с русскими В России его тоже Не забывали Он оказал невероятное Влияние на молодых поэтов Марину Цветаеву И Бориса Пастернака Борис Пастернак Еще в первую поездку Будучи очень молодым человеком Увидел Рильке Буквально Какие-то доли секунды Когда они прощались На железнодорожном вокзале И вот эта вот Очень короткая встреча Наложила настолько Большой отпечаток Для Бориса Пастернака Что он писал Что я создан вами Все, что у меня есть Принадлежит вам И именно вот этот отклик Его способствовал Дальнейшей переписке Между известной перепиской Как Борис Пастернак Марина Цветаева И Райнер Мария Рильке Марина Цветаева В живой Рильке Никогда не видела Но в своих письмах Называла его Самой поэзией Это ему она посвятила Стройке Которую в нашей стране Знают все Мне нравится Что вы Больны не мной Мне нравится Что я Больна не мной А вот со своей музой Слу Которая когда-то И открыла ему Россию Он расстанется Спустя 4 года отношений Инициатором станет Сама Соломе Она считала Что настоящий поэт Не должен быть привязан Кому-либо сильнее Чем к творчеству Но Рильке Все равно продолжал Писать Луизе До конца своих дней Делясь самым сокровенным Поэт прожил Всего 51 год Он скончался От лейкемии Одно из последних писем Он тоже адресовал Лу Соломе И подписал Словом Прощай По-русски Рильке до конца дней Был уверен Что только на русском языке Можно объяснить миру Что-то самое важное Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова